друзья всем привет с вами школа вязания лорейн вухарт посмотрите пожалуйста очень часто жалуются на плохую работу каретки особенно на то что каретка зажевывает нити по краям или петляет нить по краям часто ли вы откручиваете проверяйте свои щетки открутите щетки снимите и опа вы только посмотрите сколько скопилось на этой щетки и как по-вашему она может хорошо работать снимаем все гадость которая собралась на щетки поход вашей пряжи остатки нитей хорошенько вычищаем посмотреть сколько всего скопилось на моих щетка хотя чищу их достаточно регулярно в среднем после провязывания каждых двух изделий но тем не менее посмотрите сколько пуха на ней скопилось после вязания того же кидмохера теперь наша щетка снова готова к работе и ее можно и нужно прикрутить на место для того чтобы вашим каретка прекрасно работала не нужно убирать щетки с машины но их нужно регулярно очищать от грязи пыли и скопившихся остатков пуха закрепили щетку убедились в том что посмотрите как она прекрасно крутится вот так должны крутиться и ваши щетки если ваша щетка вот так не крутится а крутится вот так то есть практически никак это может стать причиной брака в вашем полотне это может стать причиной вытянутых петелей вытянутых кусков нити в вашем полотне это может стать причиной затяжек не нужно снимать щетки их нужно просто регулярно чистить точно так же поступим и со второй щеткой если вы будете это делать регулярно с вашими каретками ваши каретки и ваши щетки будут работать безотказно если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк сохранить его себе на память а также поделиться с вашими друзьями по вязальному цеху пишите ваши комментарии о чем бы вам еще хотелось узнать посмотрите то же самое и на этой щетки но как она может хорошо работать особенно внимательно относитесь к щеточкам после того как вы повязали на них повязали кареткой кидмохер пряжу с люрексом потому что именно эти виды пряжи забивают щетки быстрее всего